Здорово! Как вы поняли, сегодня у нас новое видео, которое называется обзор колоды слепую. И сегодня у нас будет просто нереально крутая колода, которая имеет уникальную рубашку. Всего существует две такие рубашки, и одна из них именно вот в этой коробочке. Итак, давайте посмотрим, что же это. А это у нас колода, которая называется... Механик Дек. Итак, давайте посмотрим на эту колоду, в чем же у нее такая особенность. Так, погнали. Это у нас передняя часть коробочка. Как мы видим, здесь у нас есть вот такой вот значочек Механик Индастрис. Здесь у нас снизу надпись Механик Дек. Это у нас вторая версия. И сбоку у нас написано Механик Индастрис, с другого бока у нас написано Механик Дек. Снизу у нас где-то колода распечатывалась. Кстати, заметьте, вот здесь вот у нас внизу есть три семерочки, прям как символично и Best Focus три семерки. Сверху у нас тоже надпись Механик Индастрис. Ну а здесь у нас сзади полностью повторяет рубашку данной колоды. Сейчас мы красиво так зафокусимся. Вот. Итак, начинаем. Открываем коробочек. Самое классное, самое сочное, самое вкусное это внутри. Итак, смотрим на комплектацию. Давайте так красиво сейчас положим наш коробочек. Смотрим на комплектацию колоды. У нас есть два Джокера, но это не простые Джокеры, а вот такие вот, для фокуса. То есть у нас есть возможность показать появление вот такого вот большого значка. То есть, к примеру, мы берем вот так, кладем эти два Джокера, подснимаем дабл, показываем зрителю обычную пустую карту. Взяли, щелкнули пальцем и здесь у нас уже появляется вот такой вот крутой значок Механик Индастрис. Ну, конечно, многие могут этого не понять, но ничего, продолжаем. Что же у нас есть далее? Далее у нас идет Туз Крести. Очень нестандартно, потому что, как правило, здесь идет Туз Пик. Да, у этой колоды нестандартная укомплектовка заводская. У нас сначала идут все карты Тузы и до Короля Крести, с Туза до Короля Пик, с Туза до Короля Черви и с Туза до Короля Буби. Так, далее у нас тут две особенные карты. Так, давайте начнем. По эскизам у нас точно такой же, как и у Байсикл Стандарт, но по расцветке у нас отличается тем, например, у меня такое вот ощущение, впечатление, ассоциация сразу же. Здесь вот есть такие вот на всех картах пятна. Я не знаю, будет ли видно такое. Кажется, я думаю, видно вот здесь вот. Будто бы на этих картах есть какие-то такие вот пятна. И, как по мне, это очень-очень схоже на масло. Как вот, я не знаю, быть может, кто-то видел, когда там чинят машину, течет масло, капает. И точно так же здесь все происходит. Здесь у нас черное, вроде бы есть черные крести, но оно все в точечку, будто бы маслом оно так вот покапало, покапало и все. То есть, вот это вот у нас идут все карты такие вот рябистые, с маслом. Ну, все-таки это шестереночки, их смазывают. Шестеренки смазались, с них течет. И вот накапало нам прямо на масте. Так, далее у нас идут, как мы видим, тоже эскизы стандарта, но у нас измененная цветовая схема. То есть, здесь у нас нету желтого, как у стандарта, а есть такой вот классный серый. И так у нас во всех картах. Это у нас заш коронный, самый коронный туз пик. Тоже значок механик индастрис, вот такой вот туз пик. Вот мы видим пик, такой большой, будто бы цепочкой сделанный. И далее у нас все-все-все-все-все-все-все карты. Крутые, крутые карты, не спорю. Так, далее у нас идут черви и буби. Так, и давайте смотреть на наши две особенные карты. Первая, это для фокусов дабл бэк. Вторая же карта, это вот такая вот рекламка, очень-очень эффектная. Ну, как бы, что с ней можно сделать? Можно как бы в коллекции себе, ну, а можно взять и на ней что-то либо написать, либо нарисовать, либо подрезать для каких-нибудь там техник по поводу контроля. Так, и теперь самая главная особенность вообще ребят, которые производят вот этот из механик индастрис, особенность их колод. Перед этим была колода Optrix. Если кто ее помнит, нереально эффектная колода с анимационной рубашкой. Так вот, эта колода имеет тоже анимационную рубашку. И это просто нереально круто выглядит. Вы только посмотрите на это. И оп, и у нас шестеренки начинают ходить. Все шестеренки. Вот это вот, вот это вот центральная, центральная большая, боковые, все шестеренки ходят. Но еще, если вы заметили, еще и цепь по кругу ходит. То есть, посмотрите внимательно еще и на цепи. Цепь ходит, шестеренки ходят. В общем, я могу единственное, что сказать. Ни у одного человека, который приобрел эту колоду, не будет эта колода ровная. Никогда. Потому что не сделать вот такое вот пролистывание, это просто преступление. Очень-очень круто это эффектно выглядит. Просто нереально. Вау. Так, ну давайте немножко выровняем в другую сторону. И еще поудивляемся. Нереально круто. Просто класс. Все ходит, все шестеренки проходят. Блин, бомба. Но, если мы даже будем вот так вот слистывать, это все равно будет видно. То есть, я думаю, вы видите, полностью все-все-все карты у нас крутятся. Все шестеренки на картах просто смазаны. Класс. То есть, вот такая особенность данной колоды. И это еще не все, ребятки. Кстати, забыл сказать, эту колоду мне прислал подписчик из Московской области. В общем-то, Евгений, спасибо огромнейшее за эту колоду. Колода нереально просто крутая. И теперь еще одна особенность данной колоды. Она полностью крапленая. Здесь есть такой краб, который обычный зритель просто реально никогда не увидит. Если, например, взять колоду, там, не знаю, Madison Dealers, Madison Players. Если взять вот так вот две карты вместе и смотреть, вот высматривать как-то, да, можно там найти точечки. Но здесь найти краб, это практически невозможно. Это нужно сидеть, рассиживать приблизительно там около часа и высматривать, где отличается, как отличается. В общем-то, логически, если тут у нас такие вот шестеренки крутятся, по идее, все у нас изменяется. Но с этими изменениями у нас здесь прокрапленная колода полностью. Мы можем узнать как масть, так и значение карты. Это, конечно, нереально круто. Я в описании скинул ссылку, где можно найти такую колоду. Так что переходите, смотрите, кому интересно. В общем-то, вот такая колода с анимационной рубашкой, с крапом полным, с вот такими вот джокерами-гимиками, с даблбэк-картой. И, в общем-то, колода нереально ценная. И всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока.